Далее автор говорит, рахмалаву Та'аля, И знайте, то Ислам – это есть Сунна, а Сунна – это и есть Ислам. И одно не может существовать без другого. Одно не может существовать без другого. Субханаллах. Одно предложение, насколько в них великого смысла. И'лам, И'ламу – знайте. Вот это слово И'лам – знайте. Оно для чего используется? Для того, чтобы подчеркнуть важность того, что сейчас будет. Чтобы привлечь твое внимание. Слушай, И'лам, знай. Чтобы заставить тебя обратить особое внимание на это. Знай. Ну и подразумевает, что если нужно знать, то значит нужно и выучить, узнать, изучить. Правильно, как ты будешь знать, если ты не будешь изучать? Верно или нет? Знай. Это чтобы обратить твое внимание, что нужно знать то, о чем будет сказано. А знать ты будешь это как? Только изучив это. Поэтому это призыв к чему? К изучению. К познанию смысла. Как ты узнаешь, что Ислам – это Сунна? Как ты узнаешь? Если будешь изучать. Верно? Итак, Знай это слово. Для чего оно бывает? Для того, чтобы привлечь внимание к тому, что будет после этого. Поэтому Аллах Субхану Аталу говорит. Знай, что нет Бога истинного, кроме Аллаха. И проси прощения твоему греху. Знай. Обратите внимание на то, что будет после этого сказано. Знай смысл. Знай, что Аллах силен в наказании, что Аллах прощающий и милущий. Это слово. Знай, знайте. Для чего начинаются ими слова? Чтобы обратить твое особое внимание на то, что будет сказано после этого. И он говорит, что нужно знать. Ислам – это есть Сунна, а Сунна – это есть Ислам. Субхану Аталу. Сколько людей, которые этого не понимают. Простые слова вроде бы, не понимают. Они не понимают, что Ислам, если ты говоришь, я мусульманин. Если ты говоришь, моя религия – Ислам. Значит, твоя религия должна быть что? Сунна – пророк Аллах Саратусом. Его путь, путь его сподвижников. Путь праведных предшественников. Куран и Сунна в понимании праведных предшественников. Вот это Ислам. Это Ислам. Ничто другое. Не то, что вы называете Исламом. Не эти ваши партии, ваши течения, ваши тарикаты. Со своими уставами, со своими правилами, со своими какими-то философиями, со своими идеологиями. Не это Ислам. Ислам – это Сунна. То есть, путь пророка Аллах Саратусом. Это тот путь, с которым пришли посланники. А все посланники, они что, пришли с ним? С Исламом. Ислам – это путь посланника. Вот что такое Ислам. Каждый пророк приносил Ислам. Каждый пророк призывал к Аллаху. И приносил шариа. Посланник приносил шариа. То есть, приносил вера устава. Вот Аллах, Субханава Тааля, нужно поклоняться Аллаху, хорошо, в соответствии с тем, как приказал Аллах в ниспосланном, это и есть Ислам, путь пророка. Призыв к Аллаху, поклонение Аллаху в соответствии с тем, что ниспослана, вот это и есть путь пророка, это и есть Ислам. Ислам во все времена, во все времена, это что такое? Это поклонение только Аллах, Субханава Тааля, в соответствии с тем, что Он установил. Вот что такое ислам во все времена, от Адама до нынешних дней. Что такое ислам? Поклонение только Аллах, как в соответствии с тем, что Он установил. Поэтому Аллах давал посланникам шариаты, то есть тот устав, в соответствии с которым нужно поклоняться Аллах. И эти уставы, эти шариаты действовали до определенного срока, потом они упразднялись, происходил насх, аннулирование упразднения этого. И если упразднялся предыдущий шариат, то нужно было уже как действовать, поклоняться Аллах, ибадатуллах, уже в соответствии с тем, кто аннулировал предыдущий шариат, и уже это становилось исламом. Хорошо. А то предыдущее уже не ислам. То предыдущее уже это не ислам. И так пока этот шариат, он не аннулировался. До этого времени это было ислам. Поклоняться Аллаху в соответствии с этим шариатом. Пока он не аннулировался другим шариатом. И так пока не был аннулирован последние дни, не был аннулирован шариатом Мухаммада, саллаллаху алейху асаляму. Поэтому Аллах, субхану атаку, говорит, лику ли аджалин китаб. Каждый срок записан. Аллах стирает, что пожелает, утверждает, что пожелает, ваин да умур китаб, и у него мать Писания. Так, ислам, что такое ислам, как говорит автор? Ислам – это сунна, то есть то, с чем пришли послания. То, с чем пришли послания. Они приходили с поклонением Аллаха, в соответствии с тем, что установил Аллах. Ислам – это то, с чем пришли посланники. Их призыв, их шариат, их шариат. И в каждое время действие было в соответствии с тем шариатом, который был в то время, до того, как не было ни способом Курана, не было отправлено Мухаммаду, и ислам после этого стал только то, что принес Мухаммаду. Все, после этого уже другого ислама не может быть. Кто-то остался на предшествующих религиях и не веровал в Мухаммаду, он не является верующим, он не является муслимом. Почему он не верующий, почему он не муслим? Почему не предавшийся Аллаху? Потому что он не подчинился Аллаху. Он не подчинился посланнику, который пришел от Аллаху. То, на чем он был, все закончилось, все аннулировано. И оставаться на аннулированном, на упраздненном, это уже не религия ради Аллаху. Это уже не религия ради Аллаху. Действует в соответствии с тем, что пришло и аннулировало предыдущее, вот это уже религия Аллаху. Так автор говорит, зная, что ислам это сунна, и не иначе все. Сунна путь проколи салату салата. А сунна это есть ислам. Сунна это есть ислам. То есть нет разницы между ними. Сунна в том понимании, которое мы сказали. Сунна, то есть путь проколи салату салата, включающий все. Включающий акиду, слова, действия, поклонения, ахляк, да, нравственность, адабы. Все. Это путь, это и есть ислам. Поэтому сунна это и есть ислам. Ислам это и есть сунна. И говорит он, ла якуму ахадума илля беляхар. И одно не может существовать без другого. Смотрите. Ислам может существовать только посредством сунны. Только посредством сунны. Так и сунна, только если будет ислам. Сунна может быть, если только будет ислам. Что это значит? Если кто-то утверждает, что он мусульманин, но при этом он не хочет сунну, он не идет по мангаджу пророка али салату ассарам, не действует в соответствии с путем пророка али салату ассарам, это не мусульманин. Да, я мусульманин, но я не хочу путь пророка али салату ассарам. Эту акиду, этот мангадж, понимание его сподвижников, не хочу. Это не мусульманин. Хорошо? Это не ислам. Ислам не может быть без сунны, без пути пророка али салату ассарам. И наоборот. Тот, кто знает сунну, знает акиду, знает ибада, знает путь пророка али салату ассарам, но при этом он не принимает ислам. При этом он не входит в ислам. Есть какая-то польза того, что он знает сунну? Нет, никакой пользы от того, что он знает сунну. Если он не предается Аллаху, поэтому обязательно должны быть объединены эти вещи. Сунна не может быть без исляма. Ислам не может быть без сунны, поскольку это первое занятие. Постепенно мы будем входить в изучение. Ограничимся сегодня. Если вы не против, сделайте полезным для нас то, что мы изучаем.